ирина насколько востребованы продажи рыбы в онлайн канале мы оцениваем как это очень востребованная категория и наши покупатели с удовольствием в общем-то пользуются нашим предложением а если смотреть на то как меняется интерес покупателей категории допустим вот во время пандемии после пандемии что вы можете отметить я могу отметить что во время пандемии конечно наши покупатели выбирали продукты с большим сроком годности такими как замороженная рыба который можно купить про запас и использовать потом а сейчас больше спрос сместился в сторону различных закусков закусок из рыбы и морепродуктов это а в том числе слабосоленая пряная рыба ну и конечно скорее такой более низкий ценовой сегмент потому что цены значительно выросли а если смотреть на количество скаю вот в этой категории скажем как она у вас поменялась за последний ну давайте разъем средства допустим года три а она существенно выросла и мы продолжаем расширять наш ассортимент по рыбе морепродуктам и сейчас он уже приближается к двум тысячам то есть до конца этого года мы планируем 2 2 с половиной тысячи скаю завести стм в рыбе у вас есть а стм у нас есть но он весьма ограничен по факту сейчас в стреме у нас только красная икра а почему вы ограничены свои вам хватает того что поставщики поставляют или просто сложно найти тех кто скажем сделать то что вы хотите а нам сложно найти тех кто сделает то как мы хотим и как и что хотим и в том объеме в котором мы хотим а и в целом насколько сложно сейчас поставщиков искать в этой категории с кем вы работаете в основном мы конечно работаем с основными всякими федеральными поставщиками поставщиков сейчас по но в частности по замороженной рыбе на самом деле ограниченное количество как правило у кого-то есть проблемы с логистикой у кого-то есть проблемы с сроками годности поставляемой продукции поэтому но приходится выбирать а если так смотреть это в крупные компании ваши основные поставщики или все-таки есть допустим какие-то небольшие там фермерские хозяйства которые сейчас там призанимается выращиванием рыбы свежей там что-то в этом роде как правило все-таки это крупные компании потому что опять же я вернусь к тому что у них более развита логистика лучшее предложение по рынку а в целом если говорить о том как вы поставщиков ищете вы посещать какие-то конференции профильные или они сами вас находят вообще если стучаться к вам так куда стучаться мы вообще крайне открытая компания для поставщиков мы рассматриваем все предложения которые к нам приходят как через сайт у нас есть все контакты наши размещенные на сайте мы посещаем все профильные выставки которые проходят как москве так и в регионах если они какие-то общероссийские разными путями ищем на ваш взгляд чего не хватает поставщикам допустим для того чтобы ваше сотрудничество было более не знаю прозрачным или быстрым или как-то вот легким то есть чтобы вы могли им посоветовать на что обратить внимание если скажем человек ну если компания желает заниматься после с вами сотрудничать чтобы им вот на что нужно обратить внимание что нужно сделать во первых конечно грамотно составленное корректное предложение с желательно с фотографиями с указанием с кем еще они сотрудничают помимо нас во вторых это описание своей логистики да потому что зачастую там поставщики готовы привозить от какого-то большого объема например там от контейнера или от фуры да конечно для нас это не совсем удобно потому что мы доставляем продукты максимально свежими и стараемся чтобы на партии не залеживались и не задерживались у нас на складе в целом если говорить о таких дальнейших фокусах вот чтобы вы хотели еще в этой категории добавить мы бы хотели конечно расширение ассортимента по замороженной рыбе каких-то новых инновационных продуктов которые позволили бы людям разбираться в рыбе да и позволили бы покупать ее не боясь не знания как ее приготовить скажем так больше промо акции со стороны поставщиков с объяснением вообще что это за рыба зачем как ее приготовить чем она полезна а в целом вот с ростом получается категории когда увеличится количество скаю как вы как-то меняете представленность ее для покупателя на сайте все-таки одно дело там на рынке рыбу посмотреть как она лежит там пальцем потыкать а другое дело купите в интернете как вы вот над этим направлением работаете знаете у нас выдача на сайте она вся сделана по популярности да как только продукт появляется у нас на сайте его начинают покупать он начинает зарабатывать отзывы и соответственно комментарии до какие-то он поднимается выдача на сайте у нас мы ничего вверх самостоятельно не поднимаем то есть это только голоса голосование да и выбор нашего покупателя а в плане описания продукции что вы делаете для того чтобы человек лучше к ним запрашиваем у наших поставщиков если соответственно они мы можем разместить любое описание вплоть до видео как эта рыба выловлена вплоть до рецепта как ее приготовить все это в карточке товара тут уже все как производители то есть целом получается люди сейчас уже меньше боятся покупать фреш через интернет чем скажем было восемь раньше вот однозначно до до пандемии я думаю что процент таких покупателей было значительно меньше сейчас доверие есть определенное уже сформировано есть свои покупатели которые пользуются только услугами онлайн магазинов и не боятся покупать там фреш и ультрафреш к нам например свежие рыбы приезжает каждый день и мы доставляем ее максимально свежие все наши продукты но как правило списываются при 50 процентах остаточный срок годности то есть мы отвечаем за свою свежесть это наша ценность ценность нашей компании мы ей очень дорожим а если говорить о пенетрации в чеке то какой примерно процент если можно об этом говорить сейчас она составляет процентов 20 наверное вот так вот а к чему бы хотели прийти есть какие конечно мы хотели бы там накормить всех рыбой наверное наверное не достигнем там молочной категории до который там 89 практически но хотя бы еще в половину ее вырастить какие-то сроки реально для себя ставите на эту задачу на самом деле факторов которые на эту задачу будет влиять очень много я думаю что мы надеемся что и все будет хорошо до середины следующего года но мы желаем вам успехов достижение этой цели спасибо большое